На канале Россия время главных новостей региона. В эфире Вести Ульяновск. С вами Артём Петров. Добрый вечер. Вот главные темы на 21.44. Трагедия на берегу. Семья погибла, утонув в машине. Микрорайон забвения. Жители верхней террасы жалуются на невнимание и просят благоустроить улицы и парк. Семь футов под Киелем пожелали участников Волжской регаты организаторы. А наша съемочная группа наблюдала за стартом парусных красавцев. Новости избирательной кампании. Завершилась регистрация кандидатов-одномандатников и списков кандидатов от партии в депутаты Законодательного собрания Ульяновской области. Избирательная комиссия зарегистрировала все девять избирательных объединений. Это Коммунистическая партия социальной справедливости, Коммунистическая партия коммунист России, ЛДПР, Родина, Патриоты России, Справедливая Россия, Гражданская платформа, КПРФ и Единая Россия. Также статус официально зарегистрированных кандидатов получили 90 человек, претендующих на место в региональном парламенте по одномандатным округам. Напомню, что в законодательном собрании 36 депутатов, 18 партийцев и столько же одномандатников. Избирательные объединения в бюллетене расположатся в порядке, определенном специальной жеребьевкой фамилии кандидатов по одномандатным избирательным округам в алфавитном порядке, заявил председатель обл. избиркома Юрий Андриенко. Местным инициативам и ТОСам поддержку и зеленый свет. Большинство проектов, которые предлагает население, так или иначе связаны с благоустройством и созданием комфортной среды для жизни, как в черте города, так и за ее пределами. В ходе рабочего визита в Радичевский район губернатор встретился с руководителями территориальных общественных самоуправлений и не только. В рамках региональной части проекта по формированию комфортной городской среды в Ульяновской области выделено 52 миллиона рублей именно на благоустройство. На момент, когда шло распределение средств, было зарегистрировано 114 ТОСов. Среди них, например, самоуправление с городом именем Победа, что в Ореховке Радичевского района. В селе живет 304 человека. Шестеро из них стараются общими усилиями решать те или иные проблемы поселения. Купили две беседки. Будем устанавливать в общественных местах. Это то есть там, где бабушки собираются по вечерам, дети играют. Это будет у нас устанавливаться, может быть, вы проезжали, видели, на улице Победа и на улице Молодежной, напротив столовой. Установим, забетонируем, цветочки посадим, лавочки поставим. Вот такие вот. Пока такие планы. Также здесь планируют привести в порядок стадион и, возможно, установить еще одну спортплощадку и детскую. Ну а в самом ближайшем будущем должен преобразиться местный дом культуры. Необходимость в ремонте здесь назрела давно. Год назад уже перекрыли крышу, но проблемных мест у учреждения куда больше. На радость местных жителей ввоз с мертвой точки уже сдвинулся. В свою очередь губернатор напомнил, что благоустройство не единственная задача, которая стоит перед ТОСами. Это и приведение достойной состояния домов культуры, учреждений спорта, учреждений образования, создания парков, скверов, разных общественных пространств на территории. Ну и, конечно, уличное освещение. То есть вот все, что нас окружает. Плюс управление территорией и разрешение всякого рода коммунальных вопросов. Среди особо острых, например, в Радищевском районе выделяют газификацию. До сих пор район газифицирован не полностью. Пока же жители обеспечивают баллонами с газом. Хотя еще совсем недавно и это происходило нерегулярно. Буквально вчера машина приехала, по большей части населенных пунктов проехала. Люди имеют возможность этот баллонный газ приобрести. Есть, конечно, вопросы по доставке. Не всегда до каждого дома получается. Но это уже вопросы такие менее, наверное, острые, чем если он, в принципе, не поставлялся в населенный пункт. В будущем же планируется провести газопровод. Но пока идут ремонтные работы на дорогах района. На обслуживание трасс регионального и межмуниципального значения выделено более 76 миллионов рублей. Частично ведется покрытие картами, частично планируются работы по ямочному ремонту покрытия. Продолжается и ремонт мостового перехода через реку Терешка на подъезде Крадищева. Применили передовые технологии. Первый – это композитные материалы, в частности перила. Использовали литой асфальт. Сейчас на всех областных мостах мы будем применять литой асфальт. Особенность этого асфальта – срок службы не менее 25 лет. И он служит как и одновременной гидрозоляцией. То есть нулевая водопопускная способность. Это очень хорошо. Когда мост будет достроен, его привяжут к тротуарной сети, чтобы сделать его более удобным. Пользуются им регулярно около 30% жителей районного центра. Изначально объект планировали сдать в конце октября. Но по факту готов он будет уже к концу августа. Антон Никитин, Дамир Губеев из Радищевского района. В разгаре лета и благоустроительные работы также в разгаре. Но люди стали часто сталкиваться с тем, что сняв асфальтный слой, раскурочив тротуар, работы останавливаются. Причем надолго. Именно с такой проблемой к нам обратились жители улицы Врача Михайлова. По признанию местных жителей, улица Врача Михайлова от улицы Деева до парка 40-летия ВЛКСМ давно уже не блещет. Здесь не то, что клумб, освещения нет с советских времен, не считая естественного солнца и луны. А ведь это практически центральная часть верхней террасы. Из достопримечательностей невысыхаемая лужа. Я практически здесь с 91-го года живу. Я постоянно уходим в магазины, именно пересекая вот эту лужу. Я говорю, летом еще как-то можно по краешку пройти, зимой это практически, весной, межсезонье пройти невозможно. Внимание к своим проблемам люди добивались много лет. Писали письма вплоть до прокурора и президента. И вот, наконец, в этом году, в начале июня на улице Врача Михайлова работы начались. Планируется, значит, что Врача Михайлова станет центральной прогулочной аллеей. Садово-парковой такой зоной, красивой очень. Где местные жители планируют увидеть различные зоны отдыха. Но пока перед их глазами, а вернее под ногами, лишь два километра распотрошенного тротуара. Теперь так выглядит центральная часть улицы Врача Михайлова. Значит, трое ковыряются здесь. На той стороне прошли, расковыряли под этой. И все. И тишина. Ну вот нет, видите, ни там, ни здесь нет людей. Никто не работает. Да. И так давно уже никто не работает? Это вот уже месяц. Вот такая бодягивает месяц. Это саботаж самый настоящий. Здесь разве что успели заменить бордюр. И все остановилось, рассказывают местные жители. На вопросы что, где, когда и почему старшим по домам по улице Врача Михайлова ответили подрядчики на встрече с ними. По аллее срок изначальный был до 15 июля. Из-за изменения контракта, из-за изменения договоров и проектной документации до 15 августа продлен. Изначально был проект просто замена существующего покрытия на тротуар. Не было ничего такого, как мы предлагали. Вы говорили. В итоге здесь потому что газонная зона была посередине. Газонная зона. В свое время мы же просили убрать эти газоны. Вот. Вот сейчас ведутся работы по уборке этих газонов. И это же новое строительство уже получается. Другие виды работ. По освещению мы как заказчики являемся. У нас до конца, в августе, будет сделано освещение здесь. Но у местных жителей все равно остались вопросы и к качеству, и к срокам, и к проекту в целом. На сегодняшний день никакой документации по тому, что будет в конце, какой результат мы хотим достигнуть, этой информации нет. Есть проектная документация по укладке асфальта. Там есть все, что начинали сделать. Но что будет дальше, не знает никто. Элла Шахова, Дамир Губеев, Вести Ульяновск. В Ульяновске с обрыва в реку улетела Нива. Погибла семья. Трагедия произошла возле поселка Загородный около 16 часов. Как установили следователи, в субботу родители вместе с 4-летней девочкой поехали купаться. Путь к Свияге пролегал по грунтовой дороге рядом с 5-метровым обрывом. В итоге автомобиль вылетел с дороги в реку. 38-летний водитель, его 31-летняя супруга и девочка погибли. Тела всех, кто был в машине, обнаружил старший сын. Он сам начал искать родителей после 8 вечера, когда они не вернулись домой. Следователи уже возбудили по данному факту уголовное дело. Семья состояла на учете в органах полиции, как злоупотребляющие спиртными напитками. И по предварительной информации, в тот день они перед поездкой также употребляли спиртное. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается. 11-летний мальчик, который в одночасье потерял всю семью, пока живет у дедушки. Тебе певцу, тебе герою. 15-й юбилейный Давыдовский фестиваль в минувшие выходные прошел в Радищевском районе. Площадки развернулись в поселке Октябрьский и в селе Верхняя Маза. Именно там последнее десятилетие своей жизни провел герой Отечественной войны 1812 года Денис Давыдов. Здесь, в школе имени прославленного генерал-лейтенанта, уже несколько десятилетий существует и Давыдовский музей. Центральная экспозиция – макет усадьбы, в которой жил Денис Васильевич. Это дом, в котором жил Денис Давыдов. Здесь перед домом было оранжерея, в которой росли персики, абрикосы и грецкие орехи, столь редкие в наших местах. Здесь была сеть прудов по приказу Дениса Давыдова. Торжественная часть началась с возложения цветов к памятнику Денису Давыдову. Официальное открытие фестиваля прошло уже в поселке Октябрьский. Здесь юных патриотов посвятили в ряды давыдовских гусар. Я уже давно стою в кружке краеведов в моей школе. И вот мне стало интересно, я очень люблю историю, и мне стало интересно что-то узнать новое о Денисе Давыдове. И вот поэтому я решил вступить в ряды гусаров. Также на протяжении всего фестиваля работали тематические площадки. Здесь и предметы быта начала 19 века, и спортивные баталии, а также песни и стихи о войне, о доме и о родине. В Ульяновском центре японской культуры открылась выставка оригами Александра Филиппова. В работах представлены герои сериалов и фильмов. В анимационных картин открыл выставку сам автор, который поделился тонкостями и особенностями работы с бумагой. Чтобы понять геометрию оригами, надо просто научиться представлять вещи более концептуальные, на уровне геометрических фигур. Любая модель имеет миллионы решений, и в зависимости от того, какую методику дизайна выберет оригамист, будет зависеть, что это модель. Отличительной чертой своих работ автор считает лица с проработанными лицами и мимикой, что не характерно для оригамистов. Он пользуется самыми трудными техниками и схемами. Это первый этап создания оригами. Формируется геометрическая база того, чего оригамист хочет добиться. Потом уже начинается процесс составления пропорций, то есть высчитывается, какой должна быть лапа, какой должен быть хвост, какой должна быть голова, чтобы это было более, ну, как-то хоть немного похоже на реальность. Потому что раз только начинаешь создавать оригами, очень часто бывает то, что пропорции, они летят абсолютно. Выставка будет работать до 30 августа, вход свободный. В Куражей с попутным ветром. Накануне прошла традиционная парусная регата огней венца в акватории Куйбышевского водохранилища в поселке Рыбацкий Заволжского района. Соревнование объединило десятки спортсменов не только из Ульяновской области, но и из соседних регионов. За гонкой на воде наблюдала Мария Сафронова. Буря в парусах – заветная мечта для любого яхтсмена. И если в том году с погодой не повезло, две гонки даже пришлось отменить, то в этот раз небесная канцелярия сжалилась над спортсменами. На воду участники первенства выходили еще ночью, состязались на длинной дистанции в 20 километров, а утром уже готовились к двум коротким, 15-километровым. У нас в группе лодки все быстрые, все скоростные, современные, поэтому шансы есть у всех. То есть все зависит от спортсменов в основном, от их умения, от их таланта. Ну и немножко должно быть везение. Всегда с большой завистью смотрел на тех, кто профессионально ходит. И решил попробовать. Ну, первая попытка получилась именно здесь. Очень, мне кажется, правильное место для того, чтобы влюбиться в этот вид спорта. Последнее приготовление и команда «Поднять паруса». Это регата – гонки для больших лодок по маленькой олимпийской дистанции. Но из-за короткий заплыв спортсмены успевают получить заряд адреналина и непередаваемые эмоции. На яхте у каждого члена экипажа своя задача, но все они в одной стихии. Расслабиться здесь нельзя ни на секунду, иначе суши весла. Сильный ветер и речная волна – это все, что нужно яхтсменам для удачного старта. На наших глазах разворачиваются нешуточные баталии. Люди ветра на всех парусах мчатся к финишу. В соревнованиях участвуют суда четырех классов – микро, четвертонники, полутонники и тонники. В общей сложности 25 команд из Ульяновска, Димитровграда, Тольятти и Самары рассекали по волнам Куйбышевского водохранилища в борьбе за победу. Старая традиция – среди четвертонников переходящий кубок. То есть он идет у нас с 1997 года. Этот кубок до сих пор сохранился, и там можете посмотреть на нем. Там есть гравировка каждый год, каждая яхта гравируется поиск победителя. В этом году мы пошли дальше, мы сделали переходящий кубок в каждом классе. По итогам гонок переходящий кубок завоевала яхта «Пинта». В классе четвертонники она во второй раз подтвердила свое лидерство. Среди однотонников победителем стала «Самарская сани». В классе полутонники победу одержала яхта «Джанан». Также на первенстве свое мастерство показали и виндсерферы. Победителем стал Рустам Ахметов из Ульяновска. Мария Сафронова, Александр Абрамов, Вести Ульяновск. На этом у нас все новости. Благодарю вас за внимание и до встречи на канале «Россия-1». В ближайшие сутки атмосферное давление будет расти. Ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами кратковременный дождь. Днем преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, умеренный. Температура воздуха ночью по области от 14 до 19 градусов. В Ульяновске плюс 16-18. Завтра днем по области от 24 до 29 градусов тепла. В Ульяновске 26-28.